Я отвечу на некоторые вопросы, если что, вы из зала задавайте, не стесняйтесь. Уважаемый Алексей, Пастернак писал, что ему для творчества нужна не свобода. Чем и доказал. А коллеге Мандельштаму свобода, устроил ему свободу, конечно. А какое состояние нужно вам, чтобы творить? Спасибо. Спасибо. Пастернак вообще, я, кстати, в который раз убеждаюсь в его глупости. То есть это просто то, что такое вообще? Творчество нужна не свобода. Садомазохизм какой-то, проявленный в литературном дискурсе. Даже, ну вы понимаете, если это делает Маркиз Десад или Батай, например, с Жаном Жене, то они как бы имеют под этим четкую философскую базу. Даже если Жан Жене ее не имел, то он ее, по крайней мере, мог создать в своем творческом восприятии мира. Что касается Пастернака, конечно, сестра, моя жизнь, небесталанный сборник, и тяжело обсуждать другую планету. У нас в России как? У нас все выросли во дворах, так сказать, били дуду. У всех носы-то кривые, да, посмотрите. Посмотрите на всех пацанов, девчонки. У кого там прямой нос? Ну кто, поднимите руку. Почти нет, да? О, один есть, смотрю, вау! Но он в маске, мы проверить-то не можем. Ну, чувак. Так это, про что я говорил? Пастернак. Ах, мы же выросли во дворах, да? Ну, ладно, я запутался. Касательно Пастернака, у меня есть стихотворение, а, что касается, да, самбо. У нас принято относиться, вот знаете, там, а кто лучше, Маяковский или Есенин? А Телли Саман или Киноман? Ах, ты Киноман? Ну, вот, понимаете, да? И даже вот среди своих коллег я сейчас замечаю. А кто лучше, вот этот, Артик Манкес или Секс Пистолс? А кто лучше, Ахматов или Цветаева? А кто лучше, Енотов или Тесли? А кто лучше, Никонов или, там, я не знаю, там, какой из наших современных поэтов? Господи, да много очень хороших поэтов. Сечерное слово, там, Гусев, например. Дима Гусев, отличный поэт. Нет, никто не лучше и не хуже. Это отдельные миры, как бы, с которыми, ну, как бы, тебе нужен, одному нужен один эгрегор, да, один мир, другому другой. То есть сталкивать эти миры просто, это какой-то вот русский обычай спарринга, и он в музыке имеет место, короче, и в поэзии. Я его не понимаю, короче. Но наступают времена, когда это будет иметь смысл, потому что постмодерн заканчивается, и мы имеем дело сейчас с новым течением, которое скоро проявит себя, это метамодерн. Так что мы с ребятами уже начинаем это мутить, посмотрим. Коллеги Мальдельштама, свобода. Мальдельштам – великий поэт, а великому поэту нужно только одно – свобода. Вот и все. А какое состояние нужно вам, чтобы творить? Мне нужно состояние свободы, так же, как, наверное, Мальдельштама, который является моим любимым поэтом. Спасибо за вопрос. Как вы относитесь к творчеству Семирона? С уважением. Серьезно, он отличный парень, и, между прочим, очень образованный. Когда мы с ним познакомились, он удивил меня тем, что вдруг мне такой говорит, Леха, да я там по Чесару вообще защищал диплом. Я говорю, по кому? Он говорит, по Чесару. Я говорю, а что ты меня спрашиваешь, как писать тебе? Ты сам лучше меня должен знать. Правильно? Ну, он пришел, такой, ну вот, как ты думаешь? Я говорю, ну, а что ты Чесар читаешь? Так что я Чесар, это, между прочим, не последний поэт, и, наверное, даже, может, из английских и первый. Смотрели ли вы выпуски «Вертуса»? Ни разу вообще видел какие-то отрывки, где там матерей просто, там такой вообще фрейдизм. Я твою маму, а ты моего папу. Анальный секс там уже общее место, короче. Ну, то есть там, то есть я вообще этого всего пока не понимаю. А Ксимирон тебя там не упомянул? Отлично, Ксимирон классный парень, хорошо, что ты меня там упомянул, потому что пусть они хотя бы знают, что есть поэзия. Ну, не все там. Я вообще, если честно, достаточно с уважением отношусь к современным рэп-артистам. Они просто пока еще, ну, это все начинается, и мы в свое время. Щенки отличные пацаны, да. Макс Тесли мой хороший друг, и вот мы с ним... Ладно, мы с тобой после концерта о метамодернизме еще поговорим. Смотрели, я так говорю. Знаете ли вы, что такое панчи? Ну, да, представляю, ритмы панчи, тарали, валя. Вы поймите, я не строю из себя старорежимного поэта. Я считаю, что это очень хорошо. В любом случае, если это работает, то, может быть, поэзия действительно так устанет. Мы знать не можем. Я уже как бы стареющий поэт. Молодежь у себя права. Правильно? У Бори Усова, да, из «Салонных нотов» была такая песня. Книжная культура проиграет все, проиграет абсолютно все. Я с ней относился немножко с иронией, потому что я думал, ну, это привлечение, максимализм. А вы знаете, вот посмотрите внимательно, ну, в полной мере это можно оценить. Сейчас книжная культура проигрывает. То есть удобнее с гаджетами иметь дело. И это серьезный аспект нашей культуры. Просто нельзя к этому относиться легкомысленно, как старшее поколение относится. Это глупо. Я помню, как так же относились к постмодернизму, а сейчас мы в этом живем просто. Ну, мы из этого скоро выйдем, с усилиями Макса Тесли и моих, и еще многих поэтов, я надеюсь. Кто будет президентом в 2018 году? Наравы, как будто не знают, да? Ну, пиздец. Базар-то об этом, да? То есть вот последнее выступление, да? То есть они показали, что что-то... Никто не говорит прямо. То есть, да? Оппозиция, которая выступает, она не говорит прямо, что она? Она не говорит прямо. Они говорят, нет, ну вот этот Димон, уберите его. Правильно? Власть тоже не говорит прямо. Она только говорит, нет, ну мы сейчас это... И они даже, ну... Общество не говорит прямо. Они говорят, ну, как только коммуникация... Коммуникации, мы начнем говорить прямо о тех проблемах, которые у нас есть. Собственно говоря, хотя бы с этого мы и начнем. Общество, которое свои ошибки не отрефлексировало, над ними не задумывалось, оно будет их повторять бесконечно. В России мы можем в этом убедиться в полной мере вообще. То есть у нас за 300 лет ничего не изменилось. То есть это просто катастрофа. Мы живем в вечном, вот в этом плейбеке закрученном. То есть у нас флешбек перманентный вообще. И это будет повторяться, пока, короче, ваше поколение, кстати, ребята, не отдуплит каких-то вещей. Да вы уже отдупляете. Так что я вся надежда на молодежь у нас в России, всегда так и было, к счастью. Бывают депрессии? О, какие у меня бывают депрессии? Вы даже не представляете. Я очень угноват перед людьми ребятами, которыми окружают, они все это наблюдают. И им непросто. Потому что с этой депрессией, к сожалению, я не могу сдерживать себя. Как вы в этом сможете дальше убедиться? И они этому всему свекли, мне их очень жалко. Спасибо за вопросы. Я сейчас еще на устные отвечу и продолжу чтение. Давайте устные. Есть у кого? Бергман. Почти все фильмы. Вуди Аллен. Два-три фильма. Мой друг Иван Лапшин. Отличное кино. Но я сказал, мой друг Иван Лапшин. Герман, она мне очень нравится. Мне такого режиссера, который прям весь мне нравится. Ну, Тарантина пара фильмов неплохих. Балабанова пара фильмов очень хороших. Придется, люди отличные фильмы. Не, ну, то есть, у Киры Муратова. Кстати, вот, у кого мне больше всех нравится фильмы, у Киры Муратова. Мне кажется, вот она нравится. Она, кстати, вот мета-модернист была уже тогда, просто никто этого не понимал. Я жду этого фильма. У меня руки трясутся. Когда там первая серия выйдет? Через неделю или через две недели? Ну, вот, через неделю или через две недели он выйдет. Первая серия. Там Дил Купер будет есть пирожок с вишнем. Запивать это кофе. Я этого ждал 20 лет. Вы чего? Поэтому я, конечно, люблю очень Дэвида Линча. Ну, не все фильмы, но там у него есть достойные. Да? Планируется, мы с ним хотим фит записать. Мы с Максимом про это говорили, потому что… Спасибо за совместку с Плохо. Плохо. Это вообще одна из моих любимых групп советского постпанка. Вот, кстати, мы позавчера… О, отлично, да, я очень их люблю. Мы позавчера с Витей как раз гуляли, я ему показывал Смольный там. И Витя, короче, он такой классный парень. И главное, что он очень талантливый. Это вот такая музыка, которую я мечтал слушать, когда мне было 18 лет. И тут я вдруг ее слышу. Я думаю, ну, это откуда-то взялось, Новосибирска, что ли? И это вот… У них большое будущее, я считаю. Там еще Игорь Старшинов подключился. Это такой электронный музыкант питерский, 10-летний стажем. Это очень достойная группа. Как Наташа Романова относится? Это не моя поэзия, но она старается. Она старается, это точно, да, правильно? У меня есть любимая современная поэтесса. Я, правда, не люблю этот термин. Я не могу сказать поэт, понимаешь, я по ряду причин могу даже объяснить, почему. Это Серафима Ананасова, несмотря на его ужаснейший псевдоним, который я не разделяю, она пишет очень замечательные стихи. И главное, что, в отличие от многих современных поэтов, она не игнорирует рифму. Ее рифмы просто вызывают такое… Я даже иногда завидую, честно говоря. Но касательно женской поэзии… Ну, я Цветаеву очень люблю и Сафо, и Поздний Ахмат, мне, конечно, нравится. Вы поймите, женщина, это эстетическая система, замкнутая сама на себе. Грубо говоря, вот она встает с утра, да? Мужчине ничего надо, зубы почистил, он даже не бриться может. Он взял и ушел. Взяла, пошел, куда ему надо. Женщина встала, она два часа, ей нужно столько всего сделать. И делается это иногда ни для чего. Даже иногда, может, она пошла на работу, все, легла спать. Но она это делает, короче. Плюс, то есть вот эта вся замкнутая на себе эстетическая система. И эта замкнутая на себе эстетическая система, ей тяжело в поэзии выбросить это сделать. Есть, конечно, исключения, это Мария Цветаева, ну, я сказал уже, да? Но в самой женской структуре, это мое мнение. И это никакой не шовинизм, я не знаю. Это просто, мне кажется, психологический момент в большей степени. И свидетельство тому, что действительно хороших женщин-поэтов, ну, действительно, немного. Ну, чего уж там. Писательности есть, но их тоже не так уж и много. Зато женщины лучше понимают ту же самую поэзию и ту же самую прозву, что является парадоксом. А парадокс – это всегда расширение смысла и его более, так сказать, легитимизация любого абсурдного проекта. Абсурдный проект – это самое главное, что у нас сейчас остается, потому что все мы сейчас находимся в жесткой постмодернистской ситуации. Если мы находимся в жесткой постмодернистской ситуации по Шпенглеру, это означает, что скоро кончится, значит, будет мета-романтизм. Это отрефлексировано уже. В 2010 году вышел манифест. Поэтому у современных поэтов, мое глубокое убеждение, у начинающих особенно, нужно сбиваться в группы, создавайте поэтические школы за этим будущее. Будущее не за поэтами-одиночками, которые, как я, там, как многие другие, с которыми я с уважением отношусь, ездят по городам, читают, там, да, и в публиках, наконец-то, начала слушать, раньше такого же не было. Но это тоже скоро кончится. Дальше будет мета-модерн. А мета-модерн подразумевает наличие поэтической жесткой группы, как футуристы, акмеисты, фуисты, аберюты, символисты, ничевоки. То есть у нас, на самом деле, то, что называют Серебряным веком, это, конечно же, был Золотой век. Потому что во время Золотого века кто у нас там был? Ну, Пушкин. Пушкин – это наше все, без базара. Это реально круто. А кто еще? Лермонтов, ну, его убили рано, он не успел. У него хороший проза, я уже говорил про это. А кто еще? А в Серебряном веке, смотрите, сколько фигур. От Аннинского до Маяковского, от Бурлюка до Малевича, от Кандинского до Хармса, от Ахматовой до Цветаевой, от Набокова, хотя Набоков, конечно, отдельно немного видит. И это еще от Мандрештама, даже если какому-то нравится, до постановления явления тоже того же времени. Это столько фигур, что вот это действительно массивный, массив. А в Золотом веке, ну, два-три поэта. Все. И поэтому я не разделяю вот этого школьного литературного мнения, что был какой-то Золотой век. Был Золотой век, но он был как раз, это то, что называлось Серебряным. Я прочитаю лекции, поэтому кто будет в Питере, заезжайте летом. Спасибо за вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok